Моржи, ангелы и чертики. Тайны арктических морских глубин. Моржи, ангелы и чертики. Тайны арктических морских глубин. Мария Селиванова. Увидеть морских ангелов, леса из водорослей, заглянуть в тарелку к моржу – незабываемое приключение, которое случается раз в жизни. Биологи-водолазы из команды Акватилис отправились из Мурманска на исследовательском судне в экспедицию к архипелагу «Новая земля». Об экстремальном путешествии, погружении с аквалангом на дно Северного Ледовитого океана и уникальных открытиях в материале РИА Новости. Суровая Арктика. Мы погружались на 30 метров в мутную воду температурой минус 1 градус. В руках лопата, которой надо собрать пробы грунта, рассказывает морской биолог из МГУ Александр Семенов. Причем в любой момент могли приплыть моржи там, на дне, они ищут себе корм. Моржи на льдине в Северном Ледовитом океане РИА Новости, Павел Львов. Морж на льдине у берега РИА Новости, Вера Костомо. Тюлень на льдине предоставлена телеканалом «Моя планета». Участники экспедиции на новую землю на борту исследовательского судна предоставлены телеканалом «Моя планета». Олени бегут вдоль берега. Предоставлена телеканалом «Моя планета». 1, 5. Моржи на льдине в Северном Ледовитом океане РИА Новости, Павел Львов. Он, а также два других ученых Дмитрий Йозеров и Павел Кременец стали героями документального фильма «Новая земля». Погружение в неизвестность, созданного Русским географическим обществом и телеканалом «Моя планета». Участники научной экспедиции «Фото», телеканал «Моя планета». Участники экспедиции на борту исследовательского судна «Фото», телеканал «Моя планета». Один из участников экспедиции на палубе «Фото», телеканал «Моя планета». Морские биологи в каюте «Фото», телеканал «Моя планета». Участник научной экспедиции на новую землю, морской биолог Александр Семенов. Фото, телеканал «Моя планета». 1, 5 Участники научной экспедиции Фото, телеканал «Моя планета» Новая земля-архипелаг из двух островов, Южного и Северного, в Северном Ледовитом океане, между Баренцевым и Карским морями Сами острова хорошо изучены, есть карты и описания природных особенностей, растений и животных Но то, что там под водой, это «тера инкогнито» для морских биологов, говорит Семенов В Баренцевом море целые леса из водорослей, много планктона и донных животных Там есть чем заняться и морским биологам, и подводным операторам, и фотографам А главное, вполне вероятно, есть шанс найти что-то новое, необычное, отмечают ученые Моржиная диета Водолазы из МГУ погружались в Печерском море, юго-восточная акватория Баренцева Хотели понять, что едят моржи и почему ныряют именно тут Моржи на льдине Рия Новости, Вера Кастамо Научная экспедиция на новую землю Изучение подводного мира Баренцева моря Фото, предоставлено телеканалом «Моя планета» Морские биологи МГУ проводят исследования в акватории Баренцева моря По южнее архипелага «Новая земля» предоставлена телеканалом «Моя планета» Вид с палубы исследовательского судна предоставлено телеканалом «Моя планета» Один, четыре моржи на льдине Рия Новости Вера Кастамо в толще мутной ледяной воды Биологи сразу теряли друг друга из вида Даже мощнейшие фонари не помогали Первое погружение было неудачным Видели только ил с ползающими по нему крабами Никаких следов кормежки моржей Вспоминает Семенов На дне Баренцева моря Фото, телеканал «Моя планета» Но во второй раз наткнулись на огромные развороченные ямы Которые млекопитающие выкапывают бивнями Вокруг валялись створки моллюсков Полихеты, многощетинковые черви И другие мелкие морские обитатели Которых едят гиганты По остаткам пиршества можно сделать первые выводы о диете животных Уточняет ученый Моржина Лешбещерия Новости Андрей Шапран Участник научной экспедиции делает фото морского дна Фото, телеканал «Моя планета» Морская звезда предоставлена телеканалом «Моя планета» Один из обитателей морских глубин фото Предоставлено телеканалом «Моя планета» В Баренцевом море фото, телеканал «Моя планета» Подводный мир Баренцева моря Фото, телеканал «Моя планета» Один, шесть Моржина Лешбещерия Рия Новости, Андрей Шапран Встреча с моржами под водой не состоялась, и это хорошо Предсказать их поведение невозможно, поясняет исследователь Летальных случаев не зафиксировано, но нападения на дайверов случались Водоросли и раки отшельники Мы ныряли с камерами в разных точках и снимали подводный мир Где-то поселение крабов и раков-отшельников, где-то густые леса из водорослей Продолжает Семенов Видеокадры – это материал для дальнейшего анализа Полноценные исследования и описания объектов займут месяцы К северу, ближе к островам, вода чище, напоминала цветом крепкий мутный чай Но дно там оказалось скучным, только песок с камнями Под толщей льда в море предоставлена телеканалом «Моя планета» Медуза, заснятая участниками научной экспедиции фото, телеканал «Моя планета» Один из обитателей Баренцева моря предоставлена телеканалом «Моя планета» Медуза в Баренцевом море предоставлена телеканалом «Моя планета» Баренцево море Лес из водорослей Фото, предоставлено телеканалом «Моя планета» Один, пять Под толщей льда в море Предоставлена телеканалом «Моя планета» А вот у берегов Новой Земли водолазы обнаружили миллионы грибневиков и гидромедуз Черепахи семейства змеи на шеях, которые плавали в толще воды Тайна морских ангелов Ученые дважды наблюдали морских ангелов, крошечных крылоногих моллюсков в процессе спаривания Очень редкие кадры, никому прежде не удавалось это снять, подчеркивает Семенов Морским биологам из МГУ удалось снять момент спаривания морских ангелов Фото, предоставлено телеканалом «Моя планета» Морские ангелы Фото, телеканал «Моя планета» Один, два Морским биологам из МГУ удалось снять момент спаривания морских ангелов Фото, предоставлено телеканалом «Моя планета» Эти существа родственники обычных улиток Но в процессе эволюции они потеряли раковину Есть еще морские чертики Лемейсина Тоже очень важные для арктических экосистем Белый медведь на льдине питаются многие животные. Даже киты с дотенышами пересекают всю Атлантику и оказываются в Арктике ради того, чтобы полакомиться морскими чертиками, говорит Семенов. Интересно, что общая биомасса этих животных в определенный сезон увеличивается настолько, что превышает биомассу всех остальных организмов вместе взятых, даже рыб. Вернуться на главную и вернуться в начало. 8 часов 2 февраля 2020 года. 350.